Итак, уважаемые коллеги, продолжаем наш разговор. Вопрос теперь касается таргетной терапии при меланоме. Значит, на сегодняшний день, наверное, все вы уже знаете, что у нас зарегистрированы два препарата, которые являются брафингибиторами. Это веморфениб и доброфениб. Препараты являются таргетными. Что это такое? Они направлены на определенную мишень. То есть как ключ к замку. Если есть мутация, мы применяем препарат и ожидаем, что эффективность будет наиболее, конечно, высока. Кстати, о месте химиотерапии. Если больной не имеет брафмутации, какой у нас выбор? Либо идет иммунотерапия, либо химиотерапия. Другого у нас пути на сегодняшний день нет. Итак, что такое брафинкогенные мутации? О них уже известно достаточно давно, еще в 2002 году. И частота мутаций, вчера уже Евгений Науч об этом говорил, она варьирует где-то до 60%. И мутации бывают разного вида. Мы еще несколько остановимся на этом. И они присутствуют, брафмутации, могут и при других видах опухолей. Могут при колоректальном присутствовать, при опухоле, при раке щитовидной железы. И, как видите, виды мутаций могут быть разные. В кадуне ВИ-600 может быть мутация ВИ-600Е, а на наиболее часто, до 80%, могут быть наблюдаться другие мутации К и редкие мутации. Но в основном это вот те мутации, которые мы встречаем при молекулярно-генетическом исследовании. Это ВИ-600Е и К. Частота мутации, я вот говорила, достаточно может быть различной и при других опухолях, но наиболее часто все-таки встречается при меланоме. По частоте встречаемости в Российской Федерации, по нашему исследованию, которое было проведено, единственное первое исследование эпидемиологическое, частота мутации составила 61%, несколько больше, чем в Европе. Но, опять же, возвращаемся к этому слайду. Еще раз напомню, чтобы вы запомнили, что все-таки частота варьирует в зависимости от возраста и наиболее часто встречается в молодом возрасте, то есть в возрасте до 40 лет. Какова роль мутации? В нормальной клетке что такое вообще БРАФ? Это протеинкиназа, то есть это белок, посредством которого передается импульс от поверхности клетки к опухолевому ядру. Если появляется мутация в гене БРАФ и в протеинкиназе, то тогда это ведет к неконтролируемой пролиферации и таким образом ведет к опухолевому процессу. Что делают БРАФ-ингибиторы? БРАФ-ингибиторы воздействуют на эту мутацию, и сигнальный путь прекращается от мутированного как раз белка к опухолевому ядру, и таким образом блокируется неконтролируемая пролиферация опухолевой клетки. На что важно обратить внимание? Посмотрите, вот здесь достаточно красочно показано, какие больные живут больше. Общая выживаемость пациентов значительно выше, если больной имеет мутацию и при этом он получает БРАФ-ингибиторы. А если у больного нет мутации, то у него выживаемость, и получает при этом химиотерапию, то выживаемость у него достаточно низка. Посмотрите, разница достаточно большая. То есть те пациенты, еще раз подчеркну, что наличие мутации, БРАФ-мутации, хотя этот постулат несколько бывает неоднозначен, считается, что наличие мутации является неблагоприятным фактором. И эти пациенты однозначно дольше живут, если они получают специфическую антитаргетную терапию. И вернемся к препарату, который самый первый был у нас зарегистрирован в России. Это виморофини. Первые исследования и первые результаты были опубликованы в 2010 году. И тогда еще препарат назывался кудовым названием, шел под кудовым названием, PLX-4032. И вот эти первые публикации, они, конечно, имели просто ошеломляющее такое впечатление. Они производили впечатление, посмотрите, это все-таки метастатическая меланома при применении препарата, который только появился, и вдруг такие видят эффекты. Причем эти эффекты, они наблюдались как и при висцеральных метастазах регресс, так и при костных метастазах. Причем, обратите внимание, первая фаза. Что такое первая фаза? Может быть, кто-то из присутствующих здесь не знает. Первая фаза исследования – это фаза, когда отрабатывается доза препаратов. И эффективность на первой фазе не определяется. А тем не менее, здесь уже при первой фазе уже была зафиксирована эффективность. Эффективность, достигающая 80%. Вторая фаза исследования не проводилась. И вот эти данные первой фазы послужили основанием к тому, что проводились исследования уже третьей фазы исследования. И самые большие клинические исследования, посвященные эффективности виморофениба, это БРИМ-3, когда сравнивалось виморофениб с декарбазином. И исследование уже пострегистрационное, которое проводилось у нас в России, оно включало, как видите, очень большую когорту пациентов, более 3000 пациентов. Но в России было место уделено, для Российской Федерации было достаточно скромное место, всего 60 пациентов у нас было включено в это исследование по России. Для сравнения, в Германии было открыто 56 научных центров, научно-исследовательских центров. Но тем не менее, мы в то время, вот как раз это было где-то 11-12 год, мы имели возможность подержать в руках виморофениб. Так вот, начнем с регистрационного исследования, которое было проведено, БРИМ-3, которое сравнивало... Туда я делаю? Что-то заедает. БРИМ-3 – это исследование, которое сравнивало стандартную химиотерапию декарбазином с новым препаратом виморофениб. Это уже исследование третьей фазы. Третья фаза, когда сравниваются препараты стандартные, то есть наш золотой стандарт декарбазин, с препаратом, который виморофениб. Виморофениб, вы тоже знаете, что это препарат амбулаторного применения, это таблетированные препараты, больного не надо госпитализировать. Так вот, это исследование, как видите, достаточно стандартный дизайн, неоперабельная меланома, больные, которые не получали ранее лечение, с наличием бравмутации, и они получали либо виморофениб, либо декарбазин. Что получили в итоге? Если мы посмотрим на общую выживаемость, что, конечно, является самым главным критерием эффективности препарата, здесь явное преимущество общей выживаемости пациентов. Разница на 4 месяца. Больные на виморофенибе живут дольше, чем больные на декарбазине. То же самое мы видим преимущество в безрецидивной выживаемости. Разница 1,5 месяца и почти 7 месяцев. Конечно, разница есть. В объективном ответе виморофениб в 6 раз эффективнее, чем декарбазин. И если вы вспомните, что могут быть различные мутации, мутации в кадоне ВИ-600Е и ВИ-600К, эффективность, как видите, наблюдается при одной и при другой мутации. Несколько может быть ниже при мутации брав ВИ-600К, но, тем не менее, эффективность намного выше по сравнению с декарбазином. И что еще интересно, препарат работает, как и все таргетные препараты, работают достаточно быстро. Их эффективность проявляется уже на первой неделе. Уходят симптомы заболевания, улучшается общее состояние пациентов, уменьшается размер опухоли. То есть эффект виден при начале лечения. И вот такие объективные ответы были распечатаны нашими иностранными коллегами. Можно сравнить клинический эффект с эффектом лазеря. Наверное, знаете такой библейский сюжет, когда... Ну ладно. Когда Христос воскресает умершего лазеря. Так вот и здесь, применяя... Может быть, вы наверняка использовали препараты для лечения метастатической меланомы, аденокарциномы легкого, применяя гефитинеп и РСО. Видим эффект достаточно быстрый. В течение первых трех дней у больного улучшается самочувствие. Так вот и с препаратами, таргетными препаратами, касающимися метастатической меланомы. Эффект достаточно быстрый. Вот этот клинический случай нашего пациента, который получил уже не одну линию лекарственного лечения, многочисленные операции. И кроме того, что вы видите вот такое вот визуальное распространение ухолевого процесса, при этом состояние пациента было достаточно тоже удручающим. Общее состояние было расценено как средней тярости, уже ближе к тяжелому состоянию. Но применение BRAF-ингибитора, который он, кстати, применял, приобретал самостоятельно, привело к позитивному ответу. Пациент стал трудоспособен. При этом, конечно, отмечалось и регресс опухолевых изменений. Эффект достаточно быстрый. Это мы говорим как раз об эффекте лазеря, который получил место в клинической практике. Еще один из пациентов через 5 дней от начала приема веморфениба у него прекращается болевой синдром. При этом он принимал тромодол 2 раза до 1-2 раз в сутки. Болевой синдром через 5 дней исчезает. Качество жизни, конечно, при этом значительно улучшается. И, как видите, эффект при этом наблюдается достаточно выраженный. У пациента исчезают практически опухолевые очаги. И эффект сохраняется 24 месяца, 2 года. 2 года в хорошем состоянии. С достаточно удовлетворительной переносимостью пациент пребывает в состоянии частичного регресса. При этом отмечаются и не только визуальные изменения позитивные, но и изменения и при контрольных обследовании на компьютерной томографии и на магниторезонансной томографии. То есть мало того, что с одной стороны это быстрый эффект, а с другой стороны у части пациентов отмечаются длительные эффекты и с хорошим качеством жизни. Второй препарат, который зарегистрирован у нас в Российской Федерации в 2013 году, тоже он зарегистрирован, это Даброфенип. Препарат аналогичного действия. Он также действует на брав мутированную протеинкеназу и прекращает вот этот вот патологический сигнальный путь. И препарат этот имеет такое же, имеет достойное место в лечении метастатической меланомы. Исследование, которое подтвердило его эффективность, стало регистрационным, БРИК-3, вот здесь вот его дизайн тоже показан. То же самое, этот препарат Даброфенип, его сравнивали с Докарбазино, с тем золотым стандартом, который, подчеркну, являлся золотым стандартом не только в нашей стране, но и в мире. И, как видите, здесь тоже можно отметить, что препарат Даброфенип, он достаточно, он влияет на выживаемость без прогрессирования, как видите, снижение риска прогрессирования на 63%. И если разница в месяц, посмотрим, то тоже вот 4 месяца прибавка без рецидивной выживаемости. Если посмотрим на эффективность, на объективные ответы, то здесь тоже 59% и 19%. Открою некоторую сейчас завесу. Почему эффективность вдруг 19%? Кроссовер был. Кроссовер, потому что у тех пациентов, у которых не было эффекта на Дакарбазине, больные перевозили на лечение Даброфенипом. И поэтому здесь в общей выживаемости тоже вы видите, что общая выживаемость группе, которая получала Даброфенип, 20 месяцев, а группа, которая получала Дакарбазин, 15,5 месяцев. Трёхлетняя выживаемость, как видите, опять же, это кроссовер всё-таки был. Значит, более чем третья часть пациентов живёт более трёх лет. Качество жизни при этом, конечно, достаточно удовлетворительное у этих пациентов. Эти препараты, они имеют некоторый спектр токсичности, другой. Я не буду об этом останавливаться. Об этом сегодня будет специальная лекция. Но, тем не менее, эти препараты, конечно, удобны. Это амбулаторное лечение. И, конечно, на сегодняшний день при наличии БРАФ-мутации, это препараты выбора. Ещё несколько слов я хочу остановиться на факторах прогноза. Каким пациентам всё-таки, наверное, имело бы место и ожидаемая большая эффективность назначения данных препаратов? На сегодняшний день какие факторы прогноза имеют роль при цитотической меланомии? Первый – это повышенный уровень ЛДГ. С 2002 года данный параметр определяется как параметр наихудшего прогноза. И это не значит, что мы этих больных не должны лечить. Да, но мы знаем, что если у больного повышенный уровень ЛДГ, то прогноз заболевания у него хуже. Имеет значение распространённость опухолевого процесса, количество метастатических очагов, поражение головного мозга, печени и, конечно, общий статус пациента. И вот эти факторы прогноза, их клиническое значение было подтверждено в исследованиях. Например, посмотрите, какая разница между выживаемостью пациентов в зависимости от уровня ЛДГ. Разница достаточно большая – 14 месяцев. Но, тем не менее, и пациенты, которые имеют повышенный уровень ЛДГ, у них общая выживаемость более полугода, что превышает при стандартном лечении. То же самое зависимость общей выживаемости в зависимости от состояния пациента. И мы видим, наверное, на практике. Если состояние пациентов удовлетворительное, то, конечно, и эффективность препаратов, как правило, у этих пациентов проявляется наиболее значимо, и медиана выживаемости у этих пациентов выше. Разница 9 месяцев. Ещё несколько слов по поводу поражения головного мозга. Я думаю, что все вы встречали этих пациентов с поражением головного мозга. Достаточно частая локализация метастазов, причём пареоутопсия встречается достаточно чаще, чем в практике, которую мы располагаем. До 75%. Это, конечно, неблагоприятный фактор поражения головного мозга. И продолжительность жизни невелика, но самое важное. Назначательный назначатель брафингибитора. Да, они эффективны. Как доброфениб, так и вемрофениб. И эти результаты были показаны на клинических исследованиях. Так вот исследование было показано с вемрофенибом. Его, посмотрите, эффективность достаточно высока. Контроль над заболеванием у преимущественного количества пациентов, у 80% пациентов. То есть это не только регресс опухолевых очагов, но самое главное – это улучшение качества жизни и исчезновение симптомов поражения головного мозга. И разница у пациентов, те, которые имеют поражение головного мозга, и у тех, у которых нет поражения головного мозга, выживаемости, конечно, она тоже достаточно очевидна. Разница 8 месяцев. Пациенты, у которых нет поражения головного мозга, медиана, как видите, в два раза выше. Доброфениб тоже показал свою эффективность при поражении головного мозга. Было проведено клиническое исследование достаточно большое, крупномасштабное. 170 пациентов было включено в это исследование. Одна группа пациентов не имела поражения головного мозга, другие пациенты уже… То есть, извините, все больные имели поражение головного мозга, только одна группа пациентов уже лечена перед этим, а другие пациенты не получали лечения. Но все они получали доброфениб. И, как вы видите, эффективность терапии доброфенибов у пациентов, изменение, уменьшение опухолевых очагов, она наблюдалась более, чем у третьих пациентов в одной и во второй группе. И выживаемость без прогрессирования, что у леченных пациентов, ранее и у леченных пациентов, она была одинакова. То есть, назначение брав-ингибиторов у пациентов с поражением головного мозга, оно имеет свое определенное значение. И вот достаточно красочный слайд, посмотрите, сравнение двух брав-ингибиторов на сегодняшний день, которые есть в Российской Федерации, и виморофениб, и доброфениб. Выживаемость без прогрессирования. Посмотрите, насколько идентичны эти графики. То есть, однозначно эти препараты эффективны, они повышают безрецидивную выживаемость и общую выживаемость. И объективный ответ, он приближается, это объективный ответ, частичный регресс и полный регресс у половины пациентов. А если при этом добавить еще и стабилизацию процесса, то здесь, конечно, достигает около 80%. При этом декорбозин, как вы видите, его место достаточно низкого, 5-6% в этих исследованиях. И на сегодняшний день у нас существуют рекомендации. Мы останавливаемся на наших российских рекомендациях, русско. На этом слайде отображены наши рекомендации 2015 года. Сейчас уже после ноябрьского конгресса выходят уже рекомендации 2016 года. Так вот, посмотрите, что у нас прописано, что пациентам, которые имеют в опухоли брав-мутацию, им целесообразно назначение брав-ингибиторов. Мы этой рекомендацией, мы не можем сказать, что это да, это должно быть, это целесообразно. И мы, прежде чем назначая препараты пациентов, конечно, должны больного информировать, что есть такая возможность, а уже и дальше искать, наверное, все-таки пути обеспечения препаратами. Ну и заканчивая мое сообщение, хочу сказать, что, конечно, мы живем сейчас в эру новых абсолютно препаратов. На сегодняшний день метасочистская меланома стала в ряд заболеваний, которые уже относятся к хроническим заболеваниям. Больных надо однозначно лечить, и можно добиться хороших результатов. Но перед тем, как назначать брав-ингибиторы, первым делом нужно определить, конечно, мутацию. Ни в коем случае нельзя назначать препараты, не имея молекулярно-генетического тестирования. И имея уже наличие мутата, назначая препарат, мы знаем, что мы можем добиться больших результатов, хороших результатов. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы Светлане Анатольевне. У нас есть время для вопросов. Я всегда говорю, Светлана Анатольевна, удел председателя задавать вопросы, если аудитория не реагирует. Можно я вам задам один вопрос? Вот ЛДГ, лактат-дегидрогеназа. Ну, я привык, там вы чаще о семеноме говорите, но, оказывается, при меланобластоме это тоже важно. Вот скажите, это независимый параметр прогноза, или он, допустим, коррелирует с распространением процесса со стадией? В том исследовании, уже по срегистрационному исследованию, во-первых, частота у пациентов повышенного ЛДГ наблюдалась где-то у 50% пациентов. Мы обратили внимание у наших пациентов тоже, где-то у половины пациентов повышенный уровень ЛДГ. Причём серьёзно повышенный? Повышенный, да, в несколько раз повышенный. И причём мы определяем уровень ЛДГ на фоне лечения. Лечение, и, конечно, если есть снижение ЛДГ, это свидетельствует о эффективности проводимой терапии. То есть это не только параметр прогноза, но и ответа на лечение. Это не является абсолютным предиктивным фактором, но в прогнозе заболевания всё-таки считается, что уровень ЛДГ является прогнозическим фактором при метастатической меланомии. Понятно. И второй вопрос, если можно. Вот вчера нам Евгений Наумович напомнил, что когда мы говорим о мутациях БРАВ, они бывают разные, но я больше там со щитовидной железой имею дело, и там в основном 600Е. А он вчера говорил, что бывает 600К и 600Е, и зависит от возраста и так далее. Вот когда мы говорим об ингибиторах БРАВ, это имеет значение, о какой мутации речь? Или это, так сказать, пока даётся просто так, вот та литература, которую вы приводили, БРАВ-мутации и всё? Да. БРАВ-ингибиторы работают при наличии мутации ВИ-600Е и К. Вот эти редкие мутации, они редкие, достаточно, но считается и в клинических исследованиях пациенты, которые имели другие мутации, не включались в клинические исследования. Понятно. Ну вот, это хороший ответ. Спасибо. Вопрос ещё? Меня ещё вопрос, Светлана Анатольевна. Скажите, пожалуйста, вот ЛДГ и С100, встречалась ли в литературе какая-то их корреляция или нет? Или каждый сам по себе? Да, это тоже вот важно. Корреляция вместе? Честно говоря, не встречала, чтобы вместе сочетание смотрели. ЛДГ однозначно, вот последнее я не стала говорить, это не тема для моего разговора, прогностические факторы сейчас на последнем утаске были, изучаются при комбинированной терапии. И там как раз смотрится комбинация различных факторов, например, повышенный ЛДГ, поражение, методическое поражение печени. Прогноз хуже, нежели у пациентов, которые имеют лучшие параметры, не имеют поражения печени, например, ЛДГ. С100 и сочетание с ЛДГ не встречала, нужно было, может быть, посмотреть, но в последних работах ПАСКО не видела С100. Хотя мы делаем, для нас это параметр, который требует, я думаю, что изучения, и возможно, здесь будет какой-то определенный интерес. А я, извините, еще хотела, Георгий Иванович, что-то хотели еще? Нет, нет. Я хотела еще спросить у аудитории, скажите, пожалуйста, поднимите руку, а кто занимается лекарственным лечением меланомы, цисочистической меланомы в аудитории? Нет. Поднимите руку. Ну, не так много. А кто имеет опыт брав-ингибиторов? Понятно. Павел Иванович, я забыла, с какого города? С Кингисепского района. С Кингисепского района. У вас нет таких пациентов, да? Химиотерапия проводится, но, как было подчеркнуто в докладе, к сожалению, это, ну, как элемент выбора, что ли, когда что-то надо делать, эффективность, к сожалению, мала. Понятно. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, я надеюсь, что все-таки стоит обсуждать эти вопросы, и препараты, я думаю, что будут появляться, тем более по последним просмотрам вот тех конкурсов, и как называется, когда закупаются препараты, все-таки все больше и больше регионов закупают препараты, брав-ингибиторы в сочетании с МЕКИНГИБИТОМ. Конкурс закупок. Тендеры, тендеры, да. Тендеры, конкурс закупок. Мы с Львом Михайловичем, пока вы докладывали, обсуждали один вопрос, я хотел его задать, но задавать его не буду. Потому что, если я его задам, Слава Анатольевна, все дальнейшие нас обсуждения пойдут на смарку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова